вибрационная система имеет гидравлический привод имеет две степени уплотнения противовес эксцентрик 30 килограмм получается он в четыре раза увеличивает массу катка получается до 30 совершенно верно вибрация которая создается катком она тебе в кабину никак не передает там спокойно вот мы туда не лазим потому что ну нет смысла туда лазить кроме того что как с утра проверить масло чувствуется вибрация такая как микро землетрясения такие константин про про технику про предприятие про людей добрый день сегодня мы вам покажем вибрационный каток фирмы шантуй который используется на строительстве трассы м12 добрый день я хочу сегодня вас познакомить с грунтовым катком sr-12 эта машина специализируется для уплотнения грунта каток состоит из двух частей это передний модуль рабочий модуль валец для уплотнения грунта и задний модуль это для перемещения колесный модуль каток весом 12 тонн вальцовый модуль весит 7 тонн задняя часть колесный модуль весит 5 тонн рабочий орган валец диаметром полтора метра шириной 2 130 имеет толщину обечайки 28 миллиметров обеспечивающую высокую жесткость данной конструкции каток имеет шарнирное сочленение которое обеспечивает угол излома рамы 35 градусов каждую сторону для поворота и 12 градусов горизонтальной плоскости для качения то есть для повторения грунта здесь красная штанга это приспособление для транспортировки при погрузке при транспортировке штанга ставится вот на эти петли и рама жестко блокируется для безопасности вибрационная система имеет гидравлический привод имеет две степени уплотнения первая степень это 290 килоньютон при частоте вибрации 35 герц значит это максимальная вибросила равняется приблизительно 30 тоннам то есть воздействие этого льца как статический каток массой 30 тонн обеспечивает глубину уплотнения до 30 сантиметров и вторая степень это 200 килоньютон при частоте вибрации 30 герц это для уплотнения верхних слоев то есть для уплотнения где-то 20 сантиметров слоя песка то есть вообще назначение катка это уплотнение грунта да это специализированный каток он так и называется грунтовый каток 1 вольцовый предназначен для уплотнения грунта для асфальта обычно использует двух вольцовые катки когда валет спереди и сзади получается уплотнение равносильно если бы сюда на каток статическая нагрузка приходилось 30 то совершенно при этом здесь гриш сколько он тонн-то фактически фактически вид 12 тонн а валет весит вообще симптом то есть валет с весом собственным весом 7 тонн дает нагрузку 30 дает уплотняющие усилия 30 тонн это делается до того чтобы дорога потом не проседала после того как положат а совершенно верно очень важно подготовить именно подстилающие слои дорожного пирога чем лучше мы уплотним подстилающие слои пирог тем меньше будет просадка тем дольше дорога прослужит именно развесовка 7 тонн 5 тонн обеспечивает повышенную проходимость на песчаных основаниях то есть этот каток очень хорошо ходит по рыхлым грунтам если более тяжелые катки зарываются и буксует то этот каток мы видим прекрасно справляется с этой задачей максимальный угол преодолеваемого уклона около 48 процентов здесь установлена полный привод как на валет и на колеса гидростатическая система то есть стоит два гидронасоса один гидронасос на вибрацию второй гидронасос на ход и два гидромотора вся добавлю что компания линда как раз она является основным поставщиком гидрокомпонентов для липхера и для шантуи тоже то есть у нас на шантуи гидростатические бульдозеры и экскаваторы используют именно насосы гидромоторы этой это известно немецкой фирмы вадима можно еще спросить пока откатка далеко не ушли а за счет чего вот вибрация создается то есть я я тебе расскажу то есть у меня просто был опыт уплотнения обычной виброплитой я у себя дома на стройке дорожку мне надо было сделать я брал виброплиту в прокат и там я так понимаю был эксцентрик такой он дать совершенно есть какой принцип здесь такой же принцип да здесь такой же принцип на валу значит есть эксцентрик массой около 30 килограмм вот и он дает вибросилу как раз 300 килограмм 290 килограмм вот и этот вал вращается со скоростью угловой скоростью 35 герц представляете как это сколько оборотов в минуту 60 умножить на 3 1800 то есть интересно да то есть противовес эксцентрик 30 килограмм получается он в четыре раза увеличивает массу катка получается до 30 совершенно верно хотел обратить внимание что на катке для очищения вальца существует скребки спереди и сзади на катке установлен двигатель вичай мощностью 105 киловатт ну да доступ тут хорош при необходимости смотрю вот эти вот боковые щеки тоже съемные на болтах да вот на 3 болта вижу то есть принципе тут вообще полный доступ будет вот гидравлические компоненты линда тандемный насос один насос отвечает за ход 2 за вибрацию здесь также находится диагностический порт для диагностики гидравлической системы есть мануэл где можно проверить такое давление соответствует норме здесь в задний бампер встроен топливный бак емкостью 180 литров он разделен на две части то здесь топливо а здесь гидравлика вот эта часть 80 литров гидравлики и 180 литров дизельного топлива все можно заменить с земли то есть достать поменять очень удобно для сервиса воздушный фильтр имеет две степени очистки то есть если один фильтр порвется то 2 сохранить двигатель в исправном состоянии слушай он то верхняя часть наверно центробежно да 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 это ставится центробежный фильтр циклон так называем а почему так сделано а компоновка чтобы радиатор габаритный чтобы здесь угол обзора был ниже поэтому радиатор ставится ближе к кабине константин про про технику про предприятия про людей фильтр как бы его можно не только менять но его и продувает то есть сжатым воздухом его вынимают там два фильтра можно открыть точно можно продавать да то есть с обратной стороны он продувается выдувается пыль потом обратно ставится не но это как это межсервисный интервал делается на сервис это наверное рекоментированы менять все-таки надо да это в местах повышенная запыленность а чтобы увеличить срок службы воздушного дополнительная профилактика как дополнительная профилактика обратите внимание сверху кабины расположены рабочие фары светодиодные как спереди две штуки так и сзади две штуки и проблесковый и проблесковый маячок и поворотники а это вот как раз механизм на рулевую до гидророль до называемый и как раз 3 3 насос на гидророль идет чтоб солярной соляля довисана опломбирована эта система контроля за солярс это собственно тоже уровне мер когда дизеля мало остается можно отследить комфортная кабина с большой площадью остекления панорамное остекление в пол обеспечить хороший обзор кабина крепится к раме на резиновых подушках что снижает вибрацию передающиеся на платформу оператора а здесь как раз вибрации идет на валец а валец к раме присоединен через резиновые подушки то есть на раму же брат гасятся здесь гасятся вот они резиновые подушки вибрирует только сам валец на раму передается минимум вибрации посмотрим кабину сразу видим климат-контроль то есть здесь и печка одновременно и кондиционер управления кнопка аварийной остановки при его включении каток немедленно останавливается включается аварийные тормоза то есть блокируется полностью движение здесь кнопки поворота лево-право вибрация максимальная вибрация второй степени вибрации минимальная и скорость хода черепаха это рабочая скорость и занят это транспортная скорость рабочая скорость от 0 до 5 километров в час транспортная скорость от 0 до 10 километров в час по правую руку находится рычаг управления ходом движение вперед и движение назад в режиме стоп включается автоматически стояночный тормоз и также рычаг акселератора здесь обороты двигателя регулируется подстаканник и выключатель массы этого демон работает у нас как раз на этом катке вибрация которая создается катком а те в кабину никак не передает там спокойно вообще трава дату и сидишь я в рассуре у тебя багитофон стоит сил еще слушать музыку остается ну да можно и музыку слушать просто я находился рядом с работающим катком это же как землетрясение то есть нет вибрация на кабину вообще никак не влияет проходимость нормальная проезжает да он проходит он хорошо второй вопрос там есть переключатель режима вибрации большая да и маленькое вы использовать конечно и маленькую большой маленький польшим вы используете маленько trillion ke использую маленькую маленькую да чтоб не разрушая чтобы не разрушить ребенку а на пески на песке большую но она всегда большую то есть а ждуется когда 12 это за до переключается там же получается вибратор вращается в одну сторону он должен остановиться да потом начаешь другую сторону он с меньшей вот я кстати хотел спросить за счет чего регулируются силы вибрации за счет направления вращения гидромотор каким образом это сделано то есть там же рассказывает что там центре находится да он состоит из двух частей одна часть значит они находятся вот в таком положении то есть если он фур крутится в одну сторону 2 вальца смещается вот так два эксцентрика и крутится центр масс находится дальше от тормоз смещается если он вращается в другую сторону 2 лепестка расходятся центр марш приближается к оси вращения за счет этого центробежная сила уменьшается я понял техника хорошая то есть все узлы замечательные нет никаких проблем них то есть я еще раз говорю то что мы туда не лазим потому что ну нет смысла туда лазить кроме того что как с утра проверить масло от его сами делаете или не с этого приезжают люди и уже здесь на месте прям на месте давлю ну где бы мы не были мы не теряем время дамы заранее предупреждаем они там течение двух дней приезжают делают того трясти не должно вибратором вибратором да ну ты давай все так проедемся а я это передам ощущение свое пока выключены и брать это все на выключены же хотел спросить а ручку деревянную вот это это китайца блата конечно это то есть это не ты предел нет нет ясно и вибрацию можно включать и когда вперед едешь и беда назад да да хоть хоть куда как мы сначала все это выключаем даем оборудов ты меня пугал больше но я не чувствую вибрации здесь находясь в кабине вообще нормально и ты получается каждые 30 сантиметров до тебе надо уплотнять то есть каждый 30 сантиметров виска а сколько раз ездишь туда-сюда а 8 раз то есть это прям по технологии прописано сюда ладно пойду с улицы поснимаем давай в общем это честно скажу здесь пока не ощутил каких-то сильных неприятных ощущений вот сейчас посмотрим с улицы поделюсь так вадима огромное спасибо всем привет находясь здесь рядом видно прямо чувствуется вибрация такая микро землетрясения такие ср-12 п то есть это кулачковый валец специально специальном исполнении этот валец применяется для связанных грунтов таких как глина суглинки ил сжать глину практически невозможно и с помощью этих кулачков из глины выжимается вода на поверхность это обычный каток а сверху прикручивается бандаж который состоит из трех частей на специальных болтах на данных катках используют три вида шин первые шины это так называемая волна вот можно посмотреть на фронтальных подгрузчиках иногда устанавливается поперечные насечки это жесткая резина применяется в основном на твердых грунтах таких как щебень гравий и так далее данный вид протектора это универсальный протектор это более мягкая режима с большим пятном контакта обеспечивает лучшую проходимость и еще есть третий вид резины так называемые елочка или клюшка как ее называются вездеходная это вездеходная как раз для еще и и тракторный называют шиной она применяется на суглинках и труднопроходимых местах на кулачках есть свои скрипки то есть они отличаются от гладко там можно даже посмотреть и когда каток приходит с бандажом у него два комплекта скрипов идет в стандартной комплектации то есть мы снимаем бандаж снимаем скрипки ставим скребок для гладкого бандажа бандаж весит 1 тонна 300 то есть он привод при прибавляет веса тонна 300 до это база компании строим про техники в городе кстово я хочу зрителям вопрос тоже задать по поводу вот этого бандажа по-честному напишите в комментариях кто не бандаж этот снимает или после того как откатали глину на этом же катке с этим же бандажом потом катают и песок и щебенку или все-таки снимают такой вопрос к зрителям я со своей стороны хотел поблагодарить компанию строим про техника за предоставленную возможность за эту интересную командировку до этого я вибрационные катки видел только издалека проезжая по дорогам нашей страны видел скажем как они строят эти дороги сейчас я мало того что я посидел в кабине ощутил эту работу этой машины я еще и понял благодаря вадиму принцип работы этой техники не забывайте про сервис наличие сервиса и запчастей это очень немаловажный фактор всего доброго до новых встреч подписывайтесь на канал и ждите новые обзоры с техникой шарпы звонки и Продолжение следует...